Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Благослови, Душа моя Господи. Благослови, Душа моя Господи. В этот день церковь предлагает нашему вниманию евангельское чтение от Марка, 1 глава с 29 по 35 стих. Давайте послушаем, как это евангелие звучит на русском языке. В последнее же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых. И весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился. Такое евангелие, братья и сестры, мы слышим с вами сегодня. Небольшой евангельский отрывок, в котором евангелист Марк повествует о событии, связанном с исцелением тещи апостола Петра. Это событие, как мы с вами говорили, в Евангелии от Марка написано со слов апостола Петра. Конечно же, апостол Петр не мог не рассказать об этом необычайном событии. Итак, чудо, которое совершает Господь. Описывается оно довольно-таки кратко. Никаких подробностей, никаких слов, с которыми бы Господь обращался к ученикам, а может быть к самой тещи, нет. Мы не знаем даже имя этой женщины, но мы знаем то, что Господь исцеляет ее от горячки, в которой она лежала. По-видимому, страдала уже довольно-таки продолжительное время. Господь не говорит ей никаких слов ни до, ни после, если следовать тексту Евангелия от Марка. Он просто берет ее за руку и горячка оставляет ее. Здесь, в этом евангельском отрывке, наше внимание приковывается к нескольким деталям. Само по себе это чудо, оно, конечно же, невероятное и удивительное, как Господь одним прикосновением своей руки исцеляет женщину от этой тяжелой болезни. Но еще бы хотелось обратить наше внимание на, как кажется, незначительный момент или элемент этого повествования. Итак, Евангелист Марк говорит, Если мы откроем с вами Евангелие от Матфея и попробуем найти тот же самый отрывок, то там у евангелиста слово «им» заменено на слово «ему». И она стала служить ему. Есть ли в этом какая-то принципиальная разница, спросите вы? Наверное, нет. Но давайте несколько более глубже обратимся к смысловой нагрузке этого повествования. И она стала служить им, и она стала служить ему. Евангелист Марк описывает действительно внешнее служение этой женщины, тещи Петровой. Она стала служить им, то есть стала принимать Христа и учеников, его близких у себя дома. Мы с вами видим, как Симон, Андрей, Яков, Иоанн и Христос, Господь и какие-то, возможно, еще ученики, которые не упоминаются здесь, а может быть, их и не было, приходят к ним в дом. И она начала служить им, то есть начала помогать, возможно, устраивать этот быт, кормить их, устраивать на ночлег и так далее. Вот внешнее служение видится такое. Но евангелист Матфей здесь подчеркивает несколько другую деталь. Он говорит, не стало служить им в плане поднесения еды, например, но стало служить ему. В плане уже совершенно другого. Итак, Господь часто совершает чудеса исцелений. В общем, есть какие-то, так сказать, события, которые особенным образом выделяются из всего контекста вот этих вот чудес. Исцеления расслабленного, слепорожденного. Те чудеса, в которые Господь вступает в диалог или беседу с этим больным человеком. И часто, как назидает Господь человек, которого исцеляет, или над которым совершается какое-то чудо. Он его назидает словами «иди и больше не греши». Никаких других слов Господь чаще всего не говорит. Либо Господь говорит слова о вере в него, как в Спасителя. Либо вот то, о чем было сказано ранее. «иди и больше не греши». И она стала служить ему. Каким образом? Вот этим самым. В чем заключается наше служение Христу? Ведь каждый из нас, если он считает себя действительно христианином и человеком верующим, он служит Христу. Мы, восприняв благодатный дар крещения, стали воинами с одной стороны и стали служителями, стали мы слуги Христа. И это не есть какое-то ущербное название, быть слугой Христа. Наоборот, оно возвышает нас над всем тем окружением греха, которое мы с вами имеем. Мы с вами можем быть слугой князя мира сего, то есть сатаны, но можем стать слугами Христовыми. Этот выбор сделать может каждый сам. И она стала служить ему. Действительно, своей жизнью служить ему. К чему призван каждый из нас. Мы служим Христу исполнением его воли, воплощением евангельской истины в своей жизни. Вот это служение Христа. Служить Христу. Как мы исполняем эту евангельскую истину? В нашей любви к ближним и добродетели. Но добродетель не просто лишённое какого-то основания. Наша добродетель зиждется в первую очередь на Христе. Это тот камень, который даёт нам опору и твёрдость. Ибо добрые дела совершаются вокруг нас так же. Но если они лишены основания, если они лишены опоры на Христа, то часто так случается, что такая добродетель порой рассыпается у нас на глазах, как карточный домик. И вот об этом небольшом замечании очень хочется обратить наше внимание. Дальше в этом повествовании есть ещё очень важный момент. Он исцелял многих. И целый город, пишут, собрался у дома апостола Петра, у дома Симона. И здесь он исцеляет страдавших различными болезнями и изгоняет многих бесов. Да, действительно, мы с вами видим описание евангелистов. В то время в Палестине как будто бы каждый третий был бесноватый. Кругом вот это бесовское окружение. И не просто в действии каком-то внешнем или в проявлении греха. Но грех доходит до такой степени, что проявляется уже в бесновании. Это крайняя степень. Крайняя степень греха. И вот здесь Господь изгоняет многих бесов. И не позволяет, как говорит евангелист Марк, говорить, что они знают, что он Христос. Это как вот понимать эти слова? Он не позволяет им говорить о том, что он есть Христос. Задумывались ли мы вообще о том, как они могли говорить кому-то, что он есть Христос? Ведь он сам о себе свидетельствует. Об этом мы увидим дальше. Можем ли мы рассудить над тем событием, которое мы с вами читали несколько ранее. Пребывание Христа в пустыне, его 40-дневный пост и искушение сатаны. Знал ли сатана, князь бесовский, о том, что Христос есть Сын Божий? Вот на эти вопросы нас наталкивает вот этот небольшой евангельский отрывок. Кто такой Христос? Евангелист Марк не повествует нам об этих искушениях. Какие они были, которые мы видим у прочих евангелистов. Но Христос выходит победителем из этой схватки в пустыне с сатаной. И тот остается в недоумении. Он ли Христос Сын Божий? Может ли он себе вместить в своей голове, что в мир приходит Бог? Что его царство больше перестает существовать? Могли ли это представить все сатаны? И бесы, как они говорили, что он есть Христос? Устами бесноватых? То есть хулили имя Божие? И здесь, конечно, Господь запрещает произносить им это. Не от того, чтобы скрыть. Потому что сам Господь свидетельствует о себе своим делом и своим словом. С первого дня своего служения и до этого. Но вот этот момент очень интересен и важен. Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте будем с вами читать и изучать Священное Писание. А по возможности и дома каждый из нас прочитывать хотя бы по одной главе Священного Текста. Ну а я с вами сегодня на этом прощаюсь. Всего вам доброго. До новых встреч. И храни вас Господь. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 Аллилуйя